Я сейчас как раз в очках поделюсь с вами официальной умной информацией. Это Вандомская площадь, и я прочитала в журнале, вот сейчас в самолете, когда летела, что вот этот магазин, ювелирный бушерон, самый первый бушерон в мире, был открыт именно здесь, на Вандомской площади, и он до сих пор работает. Он был открыт в 1865 году, что ли, представьте. То есть здесь не только всякие исторические здания исторические, но даже магазины исторические. Вот так. Мне лень было краситься второй раз за день, лень было надевать линзы. Я думала, я ничего снимать не буду, но я снимаю, так что извините меня. О натюрель! Здесь все так ходят. Это сад Твилирей. Я, наверное, сделала пять ошибок в этом слове. Но это очень сложное слово для произношения. Тем более для косноязычных. Оправдываюсь, оправдываюсь. Здесь, да, я читала про этот сад, что здесь все аллеи высажены с геометрической точностью. Вот видите, они все такие ровненькие-ровненькие. В общем, мечта перфекциониста. Я попала по адресу. Тут какая-то выставка проходит, мне интересно, что это. Короче, эта выставка, это что-то связанное с международной печатью. Там я видела стенды разных мировых журналов, типа Vogue. Они там что-то обсуждают. И там ход по бейджикам. В общем, это все для своих... Ааа, карусель! Вы, скорее всего, не знаете, но у меня с каруселями особая связь. У меня практически в каждом городе мира, где я была, у меня есть фотография с каруселью. И именно с вот такой вот. С вот такой вот каруселью. Да, и на одной такой карусели у меня даже есть видео. Так что теперь у меня есть и парижская фотография с такой каруселью. Ааа! Чем я люблю такие парки? И в них есть скамеечки, где можно отсесть и поесть свою еду. Кто о чем, а я о еде. Я в восторге от этих идеально ровных аллей. Маньякам нет ни одного шанса. Кто о чем, а я маньяка. Какая красота! Я вообще не понимаю, почему французы не делают фастфуд со своей настоящей французской едой. Почему здесь основное преимущество отдается... Нет, я понимаю, почему. Но все равно, здесь что? Здесь пицца-хат, старбакс, хард-рок-кафе. На каждом углу. Коста-кофе у меня даже возле гостиницы есть. Так что... Какая красота! Тут просто все сидят и загорают. Они просто все сидят и загорают. Карл, они сидят и загорают. И утки плавают. А фонтан не работает. Почему не работает фонтан? Это что, сентяброк? Я тоже решила посидеть. Чего, все сидят, а я хожу. Развлекаю их тут в свои походки. Прям так ровненько в кадрах растут деревья. Вот эти деревья так ровно подстрижены, что мне даже страшно, что они так ровно подстрижают. В общем, французы-профессионисты. Вот откуда ноги зла растут. Пристал ко мне какой-то француз. Это какой-то кошмар. Я вот и уже ничего не делаю. Почему они ко мне не пристают? Это пляс Доля Канко. Хотелось ему мне Францию показать, но Париж показать. Мини-стресс. Чтоб держать себя в тумусе, чтоб сильно не расслабляться. Пойдемте поближе смотреть. А что я вижу? А что я вижу? А что я вижу? Оп-ля! Ой, она скрылась над фонарным столбом. Так, вот так. Видно? Нет, не видно. Мой первый Ранконтр. Это площадь Согласия. Опять же, маленький приступ ферфессионизма. Площадь имеет форму правильного восьмиугольника. И в каждом углу расположена статуя, которая символизирует один из французских городов. А в центре Египет Кедрис. Конечно же. Так, вот я теперь опять разрываюсь. Пойди мне туда. Или пойди мне туда. Или все-таки туда. Или сюда. Мариш, у тебя слишком много для меня от меня. Пойдем сюда. Сюда вылетели на свисту. Я здесь. Да, я она такая красивая. И так, пошли выяснять, какая статуя, какой город символизирует. Это Страсбур. Это Лиль. И сосиски. Это Руан. Фух, я пока... Я пока сюда дошла, вернее, я добежала. Тут так быстро светоборы меняются. И тут можно внутрь зайти. Что это такое? Что это? Эта колонна просто как-то невероятно сияет на солнце. Это город Брест. А, там было написано, можно перейти на Брест. А, там есть сенсор, к которому можно ходить. Это Нант. И там вот еще одна. И еще две. Почему-то логически они находятся там, где я уже проходила. Но как-то я их не видела. Вот одно я там вижу, голова торчит. Может, они сейчас на какой-то реконструкции... А, нет, вон они обе. Тюк, надо опять идти туда, где я уже была. Ну, хорошо. Так, сейчас посмотрим, что вот это за тетенька. Конечно, наверное, еще все разные. У них там разные головные уборы, которые что-то символизируют. Платье, которое что-то символизирует. Так, это Бородон. О, здесь нахуй принесли. Вам не видно, конечно, ничего. Но это Бородон. Поверьте мне. Надо было сделать фотографию. Хотела сказать, а вот и Нева. А вот и Сена. Кстати, первое впечатление от Парижа. Париж очень похож на Монетер. В общем, я поняла, почему я прошла мимо Трюкдаун. Потому что здесь какая-то суперконструкция сооружается. Вот это оранжерея. Это музей, который открыли в бывшей... Ну, увеличивайся. В бывшей оранжереи. Тут можно зависать и любоваться на каждом углу. На каждом углу. Ну, по крайней мере, вот тут. В этой части. Сугаррёте. Красота. Я хочу вот на тот мост сейчас дойти. Я отошла до дяденьки на коне. Дяденьку на коне звали Альберт. И был Альберт королём бельгийским. Альберт первый. Стоило мне только дойти до Эфилевой башни, как моя камера стала говорить, что у меня села батарейка. Так что, ребята... Нет, на самом деле это тяжело. День, когда ты только прилетел, и сразу всё посмотреть, это даже как-то неправильно. Но я считаю, я сегодня и так много увидела. Так что я сейчас буду искать ближайшее метро и буду ехать в сторону гостиницы. Я всегда найду то, что меня интересует. Там идёт какая-то фотосъёмка. В общем, жутко-жутко профессиональная, судя по их оснащению. Сейчас она будет к ним поближе подобраться. Может, ему там статист нужен или свет подержать. А в главной роли там какой-то мальчик. Только я не вижу, кто это. В общем, если вы знаете, кто это, напишите мне, и я буду знать, что я его видела. Ага, вот ему показывают, как надо позировать. И вот ты такой, сидишь, тебе всё равно. Сзади типа красивый мост, ягелева башня. Может, это абсолютно случайно тебя фотографирует. Какая красота! Это мост Александра Третьего. А это Боливар. Симон. На этом Москве снималась новогодняя коллекция, реклама новогодней коллекции Victoria's Secret в прошлом году. Больше я ничего о нем не знаю. Вот такая я ограниченная коллекция. И музейный тут есть. Вот это что такое? Она будет подойти к лечению. А, вот написано. А, нет, не написано. Свадьба, свадьба, свадьба. Ну, сегодня есть свадьба-популяция. Мало того, что с этими ребятами, которые явно отправлялись в медовый месяц, летела в самолете рядом. О, вот написано. Мост Александра Третьего. Теперь я точно уверена, что это он. Посчитается самый красивый мост в Париже. Ой, а это похоже на шоколадное. Кто о чем? А я еде. Спасибо, китайская девочка, что испортила мне кадр. Все, я себе выбрала любимое место в Париже. Мое любимое место в Париже это мост Александра Третьего. Потому что это мост, значит, это связано с водой. И потому что он красивый. И потому что с него влаш не видно. Там вот что-то красивое из гостин. У-у-у, какой большой город. А, это самый-самый, получается, центр. Деска, которая в самом центре. Нет, это вообще что-то нереальное. Здесь три езды, здесь три свадьи. Нет, а, да, три. Раз, два, три. Сука, я на три. Что у нас? У них что, пост закончился и можно жениться? Я не понимаю. Суббота. Мешанец в субботу. Я все-таки иду смотреть, кого это там фотографирует. Они уже сворачиваются. Главный герой, наверное, уже ушел. Ха-ха-ха. Ха-ха. Невезуха. Ну, то я увидела мост Александра Третьего. Нет, они не свернулись, но я не знаю, кто это. По-моему, это просто модель. По-моему, они просто что-то рекламируют там. Мне этот мост настолько понравился, что я решила пройти и под мостом. И вот сейчас я понимаю, что я это делаю зря. Потому что запашок здесь, конечно, как будто отсюда сливается вся канализация Франции. Ну, или, по крайней мере, вся туристическая канализация Франции. А-а-а. Меня преследуют невесты. А-а-а, красота. И так я говорю не потому, что видела еще любую башню, потому что, наконец-то, я могла вздохнуть свежий воздух. Наверное, терапия конкретная была, конечно. Эти невесты, походу, не невесты. Они в кроссовках. Они модели, они что-то снимают. Ну, рекламу свадебного салона, наверное, снимают. Или в Париже так принято, свадебное платье и не в баланс. Ой, какая красотка. Пройдусь по своему теперь уже любимому мосту еще раз. Просто потому, что в той стороне метро. Я бы ни за что не шла бы в третий раз. Нет, шла бы, но не сегодня. Но метро в той стороне, поэтому я могу сказать, что я этот мост сходила три раза вдоль и один раз поперек. Причем то, что поперек был совмещен с сеансом уринотерапии. Так что вот так. Что?